В календаре каждого государства есть особый день, главный национальный праздник. Обычно он связан с какими-то славными страницами из прошлого этой страны. Это может быть освобождение от колониального гнета или революция, которая привела к коренным изменениям в жизни общества. Например, граждане США 4 июля празднуют День независимости. Именно в этот день, в 1776 году, была провозглашена независимость Соединенных Штатов от британской короны. Конечно, чернокожим жителям Америки и коренным американцам легче от этого не стало. Но для США, как для молодого капиталистического государства, событие это было безусловно прогрессивным. 14 июля 1789 года была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия. Ежегодно в этот день французы вспоминают Великую Французскую революцию, которая нанесла смертельный удар абсолютной монархии в их стране. И снова, несмотря на то, что в итоге тогда одна система эксплуатации человека человеком сменила другую, буржуазная революция дала мощный толчок развитию Франции. В нашей стране 12 июня отмечается День России. Какая история стоит за этим праздником и какой у него смысл? 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете. В документе провозглашался приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. «Кто за то, чтобы в целом принять декларацию, прошу голосовать. Решение принято». Это событие стало одним из ключевых в цепи тех, что привели к уничтожению СССР. Парад суверенитетов, развернувшийся в Советском Союзе под конец перестройки, устремился к своему завершению. Кто-то оценивает это как великую трагедию, кто-то как огромное благо. Но не будем максималистами, ведь у каждой медали две стороны. У всего происходящего есть свои плюсы и минусы. Давайте вспомним некоторые из них. Поехали. Минус вторая сверхдержава планеты. Плюс 15 новообразованных капиталистических стран. Минус целые отрасли промышленности. Минус колхозы и совхозы. Плюс торговые центры, фастфуд, стриптиз-клубы, кофейни и барбершопы. Падение собственного производства. Минус единый хозяйственный комплекс СССР с потенциалом производить любую продукцию. Плюс технологическая отсталость, постоянно увеличивающийся износ советских производственных фондов и инфраструктуры. Минус экономическая самодостаточность. Плюс зависимость от импорта зарубежных товаров и цен на сырье. Минус сотни тысяч ученых и других высококвалифицированных специалистов, покинувших родину в поисках лучшей жизни. Плюс снижение качества трудовых ресурсов страны. Минус дружба народов и мирное небо над головой. Плюс межнациональная рознь, шовинизм и даже нацизм. Военные конфликты в Приднестровье, Грузии, Таджикистане, в Чечне и на Украине. Минус единства советского народа. Десятки миллионов граждан СССР, людей разных национальностей, но одной советской культуры были разделены границами. Новые границы разделили и миллионы семей. Многие стали беженцами. Сотни тысяч жителей Прибалтики были ущемлены в правах, получив унизительный статус неграждан. Плюс беспрецедентное вымирание. Только в РФ и только с 1993 по 2006 год естественная убыль населения составила более 11 миллионов человек. В прошлом году в России смертность превысила рождаемость на 688 тысяч человек. Минус вымирающая и пустеющая провинция. Плюс распухающая Москва, на благоустройство которой тратится почти столько же, сколько на благоустройство всех остальных городов России. Минус гарантированное право на труд. Плюс массовая безработица. Небывалый рост проституции. Миллионы работающих нищих и граждан, занятых чем придется. Минус реальное право на жилье. Плюс съемные квартиры и комнаты. Ипотечное рабство. Миллионы бомжей. Минус всегда бесплатная медицинская помощь для каждого гражданина. Плюс дефицит кадров в оптимизированной системе здравоохранения. Платные медуслуги и сбор денег на операции больным детям. Минус тысячи школ, больниц и поликлиник. Плюс платное образование все более сомнительного качества. Плюс тысячи новых культовых сооружений, разных конфессий. Расцвет сект. Минус доступные кружки и секции для детей. Плюс АУЕ. Рост детского алкоголизма и первое место в мире по потреблению героина. Минус научно-исследовательские институты. Плюс банки и ростовщические конторы микрокредитования на каждом углу. Минус культура и гуманизм. Плюс пропаганда насилия, стяжательства и распущенности. Минус надежда на достойное будущее для миллионов граждан страны, едва сводящих концы с концами. Плюс сотня долларовых миллиардеров, живущих в сказочной роскоши, несколько тысяч сверхбогатых семей и вся их прикормленная обслуга. Минус коллективизм и товарищество. Плюс атомизация общества. Человек-человеку-волк и моя хата с краю. Минус мощнейший научно-технический потенциал развития советской страны. Плюс мрачные перспективы деградирующей полуколонии, сырьевого придатка мировой капиталистической экономики. Продолжать можно долго. Как видите, минусов много. Но и плюсы, безусловно, есть. Правда, положительные перемены в основном касаются класса, владеющего крупной частной собственностью. Прекрасно устроились и примыкающие к правящему классу политики, чиновники высшего ранга и часть творческой интеллигенции, чьи услуги хорошо оплачиваются, при этом строя. Им высокие доходы и баснословные гонорары, особняки, дворцы и яхты. А рядовым труженикам, которые своей работой всю эту роскошь и обеспечивают, нищенские зарплаты и такие же нищенские пенсии, долги по кредитам, непрерывный рост цен тарифов и новые поборы. Слово «родина» отвечает не только на вопрос «что». Это не только территория на политической карте мира. «Родина» отвечает и на вопрос «как». Как организованы производства и распределения материальных благ в обществе? В интересах какого класса? Кому принадлежат средства производства? И ответы на эти вопросы очевидны. 12 июня мы отмечаем день России капиталистической, олигархической. России вымирающей и деградирующей. России, в которой обычный человек легко может лишиться работы. У него в любой момент могут быть отняты средства к существованию и даже крыша над головой. России, в которой зарплаты топ-менеджеров и доходы собственников предприятий отличаются от зарплат рядовых работников в сотни и даже в тысячи раз. России, в которой львиная доля созданной трудом рабочих прибавочной стоимости идет не на развитие производства, не на образование и науку, не на социальные нужды, а на роскошную жизнь богачей. Достойная жизнь не даруется свыше и наступает сама собой. К ней невозможно прийти, построившись колонны и слепо выполняя приказы сверху. В ее основе будет свобода предприятий и территорий. Инициатива и предприимчивость граждан обеспечит благополучие российским семьям и станут источником возрождения страны. И в России человек должен стать и убежден обязательно станет мерой всех вещей и всех действий. Мы возвращаемся в мировое сообщество с чистыми помыслами для того, чтобы обрести друзей, а не врагов, наладить честные и цивилизованные отношения с государствами мира. Великая Россия поднимается с колен. Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство. Естественно, что для господствующего класса 12 июня – великий день. На руинах страны Советов, в результате реставрации капитализма и приватизации новообразованный класс буржуазии получил все. Хорошо живется этому классу, новой России. Так хорошо, что живут господа со своими семьями зачастую не в России, а в странах так называемого потенциального противника. Там учатся их дети. Там они приобретают дорогую недвижимость и спортивные клубы. Конечно, для них 12 июня – праздник. Вот только долго ли он продлится? Сколько еще протянет РФ при сохранении нынешнего экономического уклада? Да и западные партнеры – империалистические хищники – дружелюбнее не становятся. А учения НАТО у российских границ в этом году стали самыми масштабными за последние 30 лет. Какое будущее ждет Россию и ее народы при сохранении текущих тенденций в экономике и в политике? На этики и все пропальщики, скажут нам ура патриоты и пойдут смотреть утешительные передачи, в которых рассказывают о мнимых успехах российской экономики и хвастаются остатками советского ВПК. У нас просто капитализм неправильный. Будут с жаром убеждать либералы. Вот заменим плохих олигархов на правильных ребят у руля, и уж тогда заживем, как в лучших демократиях Европы. Но изменит ли что-то к лучшему приход другой группировки капиталистов к власти в нашей стране? Как ни крути, при капитализме у современной России только один вариант будущего. И в этом будущем нет ничего, кроме эксплуатации, дальнейшей деградации, кризисов и войн. Единственная сила в стране, которая потенциально способна вывести Россию из тупика – это сами трудящиеся. Но для этого они должны осознать себя как класс, перестать надеяться на доброго барина или правильного капиталиста. Людям труда необходимо заниматься самообразованием и становиться настоящим субъектом политической борьбы. Только тогда у них появится шанс вернуть себе Россию. А пока это их страна. Ну что, с праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова